Гинекологу заходит молодая симпатичная женщина. Раздевайтесь, говорит врач. Ой, доктор, я стесняюсь. Хорошо, я тогда погашу свет. А куда мне положить одежду? Да ложите прямо на мою. Встречаются два приятеля. У одного под глазом фингал. Что случилось? Да вот, с Петровым подрался. Но ведь ты сильнее Петрова. Накосылял бы ему. Да, но у него в руке был нож. А у тебя? А у меня в руке была грудь жены Петрова. Вещь, конечно, приятная, но в драке совершенно бесполезная. В банк врываются вооруженные грабители. Руки вверх! Все легли на пол, не двигаться! Все служащие улеглись на пол. Старший корсистир шепчет молодой служащий. Прими приличную позу. Это же ограбление, а не вечеринка нашего босса. Ох, милый, давай сегодня разок пропустим. У меня-то голова болит, просто разламывается. Тенденции, однако. Какой день по счету пропускать станем? Днем ты полностью здорово, а по ночам в постели постоянно не домогаешь. Понимаешь, это у нас семейная. Мне вечерняя мигрень досталась по наследству от матери, а той от ее матушки. Нихера себе семейка. И как же вы умудрялись размножаться? Приходит женщина к гинекологу. Доктор, у меня на лобке волосы не растут. А подмышками растут? Да. А месячные как у вас? Регулярно. А половая жизнь? 20 раз в день. Ну, дорогая моя, где вы видели, чтобы на трассе трава росла? Захотел мужик купить машину в кредит. А денег на первый взнос не хватает. Вечером он рассказывает об этом жене. Не расстраивайся, милый. У меня на счету 5000 долларов. 5000? Откуда такие деньги? Знаешь, может это сентиментально, но я взялась себе за правило откладывать доллар всякий раз, как мы с тобой занимались любовью. Господи! Да если бы я об этом раньше знал, я бы давно бросил работу и взялся за тебя всерьез. Мужик просыпается утром после бурной гулянки. Жена молча смотрит на него. Вся постель мокрая. Он, стыдясь, смотрит на нее и заикаясь. Извини, я тут... Жена ему. Да ладно, успокойся. Это ты вчера снежную бабу приволок. А я полночи смотрела, как ты ее на секс уламывал.